Девушки отдыхают В конце 80-х я еще был юн и плохо понимал, что хорошо и что плохо, и поступил на юридический факультет. В Америке юрист это не просто так. Сначала ты заканчиваешь университет и только потом идешь учиться на юрист. На юрфаке я обнаружил, что показываю, мягко говоря, не очень хорошие результаты. Мои баллы, грубо говоря, я был первый снизу. Спасибо. В итоге я ни одного дня в жизни не выступал в суде. Но сегодня, несмотря на уговоры жены, я хочу стряхнуть пыль с адвокатской мантией. Я не буду рассказывать вам историю, я хочу вас кое в чем убедить. Как в суде, когда приводят улики и доказательства. Убедить вас, что нам нужно радикально пересмотреть подход к бизнесу. Итак, уважаемые присяжные, дамы и господа, перед вами задача о свечке. Ее в 45-м придумал психолог Карл Дункер. Его эксперимент затем повторяли все дихоаверисты мира. Вам дают свечку, коробку с канцелярскими кнопками, коробок спичек, и говорят, установите горящую свечу на стене, так, чтобы воск не капал на стол. Какие ваши действия? Кто-то пытается прикрепить свечку к стене кнопками. Не выходит. Иные думают расплавить свечку сбоку и приклеить ее к стене. Шикарная идея, но не выйдет. В бесплодных попытках проходит еще минут 10. И тогда большинство находит решение. Вот оно. Ключ к нему преодолеть барьер так называемой функциональной фиксации. В коробке с кнопками вы видите лишь коробку, но из нее можно сделать полку для свечки. Сэм Глюксберг, он нынче работает в Принстоне, исследовал с помощью этой задачи влияние стимулов на поведение. Сэм давал испытуемым задачу со свечкой и замерял время на ее решение. При этом одной группе участников он говорил, «Я хочу измерить, как быстро в среднем люди решают эту задачу». А другой группе он говорил, «Кто решит задачу быстрее всех, получит 20 долларов». 20 долларов! Хорошие деньги за несколько минут работы. Отличный стимул, не правда ли? И оказалось, вторая группа в среднем тратит на задачу на 3,5 минуты больше, чем первая. Но ведь это полная чушь, не так ли? Мы же американцы. Мы верим в свободный рынок, а там работают стимулы. Если хочешь, чтобы люди работали лучше, ты их стимулируешь, выплачиваешь премии и проценты. Мы думаем, так работает бизнес. А выясняется, что ничего подобного. Вы даете людям стимул, чтобы заставить их думать побыстрее и более творчески. А выходит, что стимул блокирует творческие стратегии, и, что важно, эксперимент ставили тысячи раз за последние 40 лет, и результаты всегда одни и те же. Стимулы типа «сделай это, тогда получишь то» работают в известных условиях. Но есть много задач, на скорость решения которых они или не влияют вовсе, или влияют негативно. Это самое фундаментальное открытие социологии. Я изучал науку о мотивации людей, баланс между внешними и внутренними стимулами. И я был ошеломлен. Между тем, что знают ученые, и тем, что применяют на практике бизнесмены, пропасть. Внутренних стимулов нет. И это ужасно. Весь наш бизнес, все схемы мотивации и персонала построены на внешних стимулах. У нас в руках только кнут и пряник. Для типичных задач 20 века это неплохо. Но задачи 21 века их поощрениями и наказаниями не решить. Эта модель приносит вред. Глюксберг провел и другой эксперимент, похожий на предыдущий. Та же задачка. Одну группу хронометрируют на среднее время решения, другую стимулируют. Но условия, вы видите, другие. И что получилось? В этот раз вторая группа нокаутировала первую. Почему? А потому, конечно, что кнопки изначально лежали отдельно от коробки. Кнут и пряник хорошо работают именно для таких типов задач, когда есть ясный набор правил и ясная цель. Стимулы это и делают. Фокусируют нас на цели, сужают сферу внимания. Когда цель ясна, сосредоточенность хороша, вы пулей выстреливаете в мишень. Тут внешние стимулы к месту. Но когда вы решаете исходную задачку о свечке, нужно смотреть не вглубь, а вширь. Решение находится сбоку. И стимул не даст его увидеть. Это очень важно. Ведь в современном мире белые воротнички все реже сталкиваются с вот такими типами задач и все чаще вот с такими. Рутинные, левополушарные работы, которые надо делать, так сказать, по правилам, бухгалтерский учет, финансовый анализ, все это стало легко и дешево отдавать на откуп субконтрактором или автоматизировать. Решающую роль начинают играть другие способности, творческие, правополушарные. Вспомните, чем вы обычно заняты? Свою ежедневную работу. Какие задачи вы обычно решаете? О чем мы говорим здесь, на ТЭДе? Есть у них единственное решение и четкий набор правил по его нахождению? Конечно, нет. Насчет правил тут полный туман. Решения, если они существуют, неожиданные, неочевидные. Мы все, каждый день, решаем свою задачу со свечкой. А бизнес-модели, основанные на кнуте и прянике, в принципе, не способны решать такие задачи. Это попросту выводит меня из себя. И тут важно вот что. Понимаете, это не какое-то мое ощущение. Я же адвокат, я во всякие там чувства не верю. Это не философия. Я же американец, мы не верим в философию. Это факт действительности. Как принято говорить в моем родном городе Вашингтоне, округ Колумбия. Подлинный факт. Дамы и господа, присяжные заседатели, вот еще доказательства. Социолог Дан Ариэлли ставил эксперименты на студентах MIT, предлагал им играть в игры. Одни требовали творческого мышления, другие – быстрых движений, третьи – сосредоточенности. И было три награды. Маленькая, средняя и большая. Чем лучше результат, тем больше награда. Что в итоге? Если для успеха требовалась хорошая реакция, стимулы работали. Чем больше давали за результат, тем лучше были результаты. Но если для успеха требовалось применение интеллекта, то наличие стимула снижало результаты. Дан сказал, ладно, может это только американцы так себя ведут. Поедем в город Мадурай в Индии и повторим эксперимент. Уровень жизни в Мадурай ниже, чем в Америке. Дановы награды весили там больше. Те же игры, те же три награды. И что? Получатели средней награды решали задачи не лучше тех, кто получал небольшую. Те же, кому предлагали самую большую, показали наихудшие результаты. В восьми из девяти задач предложение самой высокой награды приводило к самым плохим результатам. Вы скажете, это социалистический заговор? Нет, экспериментаторы, профессора и М.И.Т. и Карнеги Меллона оспонсировала исследование Федеральная резервная система США. Хорошо, заглянем на другой берег пруда, в Лондон, в местную экономическую школу Лэш. Там учились 11 нобелевских лауреатов по экономике. Месяц назад экономисты из Лэш изучили 51 работу, где рассматривалась эффективность планов материальной стимуляции сотрудников внутри различных компаний. И вот каков их вывод. Наличие финансовых стимулов зачастую приводит к негативному росту производительности. Меж тем, что знает наука и тем, что делает бизнес, пропасть. У нас на дворе кризис, но меня больше пугает, что бизнесы по всему миру до сих пор принимают решения на основе принципов, которые устарели, никогда не подвергались критическому анализу и истоки которых в мифе, а не в науке. Если мы хотим выйти из кризиса и решать задачи 21 века эффективно, нам нужно забыть ошибочные подходы, выбросить и кнут, и пряник. Нам нужен совершенно новый подход. Ученые изучавшие природу мотивации его уже разработали. Он основан не на внешней, а на внутренней мотивации, на желании делать дело, потому что оно нам нравится и интересно. Новый рецепт для бизнеса это самостоятельность, мастерство и целеустремленность. Первое это желание самим управлять своей жизнью. Второе желание учиться делать любимое дело все лучше и лучше. Третье желание делать наше дело потому, что оно часть чего-то большего, чем мы сами. Сегодня я буду говорить только о самостоятельности. 20-й век менеджмента. Менеджмент создания человека. И это значит, что он не будет работать вечно. Традиционные его приемы хороши, если вы хотите, чтобы все ходили строем. А чтобы все со страстью занимались своим делом, надо давать людям самим выбирать, куда идти. Я приведу несколько радикальных примеров. Это все зачатки чего-то чрезвычайно интересного. Людям платят адекватно и честно, и вопрос денег ушел со стола переговоров. А потом людям дают огромную самостоятельность. Поднимите руки, кто слышал про компанию Atlassian. Менее половины присутствующих. А это такая программистская фирма в Австралии. У них заведено так. Несколько раз в году всем объясняют, в следующие 24 часа делайте что угодно, только не вашу обычную работу. Программируйте что хотите. И люди решают любопытные для себя задачи. А потом показывают результаты друг другу, всей компании, на общем собрании, на следующий день за пивом. Они называют это Дни Федекс, потому что нужно стремительно за день произвести на свет нечто и положить это нечто на стол коллегам. И каждый такой день порождает огромное количество заплаток для программ, которые бы иначе никто и не написал. Atlassian сделала следующий шаг и ввела 20% рабочего времени, как в Гугле. Программист 20% времени имеет право работать над чем угодно. У каждого полная самостоятельность, распоряжайся собой как хочешь. Радикальные масштабы самостоятельности. И в Гугле половина новых продуктов пишутся именно в эти самые 20% личного времени. Так появились почта Google, Оркут, новости Google и так далее. А еще есть рабочая среда, ориентированная только на результат, РАСОТР. Ее придумали два американских специалиста по консалтингу, применяют в паре десятков компаний. В РАСОТР у сотрудников нет расписаний. Появляются на работе, когда захотят, а могут вообще там не появляться. Все, что требуется, делать свое дело. Как они его делают, когда, где, целиком на их усмотрение. Рабочие встречи необязательны. Результат производительность растет. Сотрудники работают с большей отдачей, получают больше удовольствия от работы, текучесть кадров ноль. Некоторые из вас сейчас думают, да, звучит шикарно, но только это утопия. А вот и нет. У меня есть доказательства. В середине девяностых Майкрософт запустил энциклопедию Энкарта. Включили все нужные стимулы, наняли профессионалов писать и редактировать статьи, а хорошо оплачиваемых менеджеров следить, чтобы проект вышел вовремя, а бюджет был соблюден. А вскоре запустился другой проект энциклопедии, на совсем другой модели. Давайте делать энциклопедию, потому что это весело. Никто не получил ни цента. Делайте, если вам это нравится. Если бы мы с вами 10 лет назад пришли в гости к экономисту и спросили его, приятель, я придумал две бизнес-модели для проекта энциклопедии. Скажи мне, вот если устроить между ними конкуренцию, какая выиграть? То никто не предсказал бы победу Википедии. А это была настоящая битва титанов. Два подхода сошлись один на один. Самостоятельность, мастерство и целеустремленность против кнута и пряника. Внутренняя мотивация против внешнего. И кто победил? Первое, причем нокаутом. Я заканчиваю. Между тем, что знает наука и тем, что делает бизнес пропасть? Что же знает наука? Первое, стимулы 20 века, внешние стимулы отлично работают, но для малого числа простых задач. Второе, внешние стимулы блокируют творчество. Третье, высокую производительность дают не кнут и пряник, а сила внутренней целеустремленности. Желание делать вещи ради них самих. Желание делать вещи, потому что это хорошо и правильно. И самое восхитительное, мы все это и так знали глубоко в душе. Наука лишь подтвердила. И если мы сумеем перекинуть мозг через пропасть, разделяющую научное знание и бизнес практику, если научимся пользоваться стимулами 21 века, если отбросим опасную ленивую идеологию кнута и пряника, то наши компании станут сильнее. Мы сможем решить тысячи задач о свечках. И может быть, может быть, может быть, тогда мы построим лучший мир. Я закончил, дамы и господа, решение за вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!